МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ новости Анапа-Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня в выпуске. Стройка, несовместимая с курортной жизнью, серьезный диагноз. Созидание, их работа, день архитектора Краснодарского края. Главное достояние Анапы под особым контролем депутатов. По законам курортного времени, в Анапе до 15 сентября действует постановление о запрете на ведение строительных работ. Глава города потребовал проинспектировать все стройплощадки и принять меры к тем, кто игнорирует это правило. На пересечении улиц Краснозеленых и Шевченко кипит работа. Наглости нет предела. Среди бела дня пригнали подъемный кран, загородили проезжую часть и плевать они хотели на безопасность автомобилистов и пешеходов. Глава Анапы с вопиющим хамством сталкивается во время рабочего объезда и вызывает на место все службы, которые должны быть здесь и без него. Отзываем разрешение. Отзываем. Я хочу видеть, что вам состоялся. То есть делайте обследование, сколько этажей. И они уже нарушили нормы градостроительства полученного разрешения. И отзываем разрешение, потому что смотри, какое состояние это зоно. Вот они должны были здесь разумную траву посеять, убрать все. А они что делают, посмотрите. Они продолжают строить. Это хозяева жизни. Понимаешь? Хозяин. Знаешь, что мне говорят? Знаешь, что говорят? Мы еще 18 кубов сегодня положим в бетон и закончим. Налито стоит. Они мне одолжение делают. Куда вы смотрите? Скажите. С 1 мая все стройки на курорте должны замереть. Летом город и так перегружен. Строительной пыли и шума техники хватает в межсезонье. Но кто бы тут думал о жителях Анапы и впечатлениях гостей. У таких ни родины, ни флага. Расскажите Анапчану, почему вы ведете работу тогда, когда ее везти нельзя? Сейчас приедем, уже часть там все будет. А вы кто? Да, давай. Здесь все ясно. Сами мы не местные. Следующий вопрос к дорожной полиции. Почему он сюда заедет? Вы можете пихаться? Сейчас отберемся, время все равно. На застройщика выписаны несколько протоколов. Ему придется оплатить штрафы. Но наказание рублем не самая действенная мера. Разрешение на строительство по требованию главы все-таки будет отозвано. Не умеют работать по правилам, научат. Не хотят, заставят. Канализирование села Витязева. Проблема, казавшаяся безнадежной, нашла реальное решение. Достигнута договоренность между властями Анапы и крупным инвестором о строительстве жизненно важных коммуникаций. Сегодня глава курорта Сергей Сергеев встретился с генеральным директором компании, готовая реализовать этот проект. Фирма «Краснодар Теплосеть» реализует уникальный не только для Анапы, для всего Краснодарского края проект. Частный бизнес возводит на курорте ультрасовременную инженерную инфраструктуру. Свыше 2 миллиардов рублей уже вложено в строительство новых очистных, водозабора с водоводом и коллектора. Вместе с тем появилась возможность решить старейшую проблему. Мы разговариваем по поводу канализирования Витязева, так? Ну, вода и канализация. Но если с водой сегодня, будем так считать, проблем нет, то с канализацией ситуация экологически взрывоопасная. Строительство новых очистных Витязева за счет бюджетных средств скорее похоже на утопию. Таких средств в городской казне нет. Оптимальный вариант – профинансировать технологическое присоединение к коммуникациям, которые уже построены. Строг готовности очистных сооружений 30 августа этого года. Значит, очистные полностью оплачены. На сегодня, значит, оплата составляет 360 миллионов. Проектом предусмотрена свободная мощность, которая позволит курорту развиваться без оглядки на старые коммуникации. Это сегодня позволит избежать нам аварийных очень серьезных ситуаций. Очень серьезных. Технических моментов очень много, но главное – есть принципиальная договоренность сторон. Давайте создадим рабочую руку. Вы доложите Виктору Константиновичу. Все сложные вопросы, которые требует решения руководства, мы будем решать. У нас понимание есть. А технические вопросы, их еще будет вот так, вот этих технических вопросов. Медицинский пост без квалифицированных работников, мусор, грязь. Депутаты законодательного собрания края, специалисты по санаторно-курортному комплексу и Роспотребнадзор оценили пляжные территории на готовность к открытию летнего сезона. Ежедневная влажная уборка, уважаемая медсестра, поработавшая долгое время в медицине. А здесь вы мне собрали всю микрофлору Российской Федерации. Такие рейды проводят как перед началом курортного сезона, так и в течение всего лета. Специалисты проверяют наличие документов, лицензии, оценивают общее состояние пляжа и санитарных книжек работников. Лица, которые взяли в аренду пляжные территории, до сих пор не привели в порядок арендованную землю. Каждый пляж должен иметь два заключения. Это санопить заключение на использование вод Черного моря. На ряде пляжей мы этого не увидели. Из 112 заявленных пляжей к функционированию только 47 получили санитарно-эпидемиологическое заключение. Но даже те пляжи, которые его имеют, пренебрегают информационными стендами, медицинскими и спасательными постами. И самое главное, заявив себя пляжами для детей, так и не организовали купание школьников ни одной городской школы. Зато торговля множит свои объекты не по дням, а по часам. Это мое мнение, как представителя комитета, что нужно меньше торговли, а больше песчаного пляжа. Анапа – это город песка, а не город торговли и город мелких лавочек. Депутаты тоже предлагают сделать торговлю умеренной, чтобы на каждом шагу не натыкаться на напитки, шашлык и сувениры. Мы решили узнать у самих отдыхающих, все ли устраивает их. Меня очень устраивает пляж, тут песочек хороший. Единственное, что люди курят в неположенных местах. А так, в принципе, все хорошо, море теплое, горячее, чистое, ничего, не зарослей. Ну, еще можно море почистить, там всякие пластиковые эти валяются, стаканчики. А так, в принципе, чистое, все ухоженное, все очень красиво. Людно очень, конечно, здесь. Как-то расширить, может быть, площадь. Ну, а так-то, в принципе, народу много, сейчас сезон открылся, так что. Только немного грязный берег, потому что здесь раскидывают мусор, стекла везде. Вот хочется, чтобы была чистота здесь. Есть несколько урн, но там тоже они заполняются и тоже падает мусор. Их очень мало и вокруг все время мусор. И вокруг них курят, хотя не должно быть этого. Оказалось, что обратить внимание нужно по большей части на загрязненную воду, грязь и места для курений. Полностью проблему, конечно, не решить. Здесь важна культура поведения самих отдыхающих. Накануне государственного праздника Дня России, юным анапчанам, недавно отметившим свое 14-летие, в торжественной обстановке вручили главный в жизни документ – паспорт. Для 12 анапских школьников этот день запомнится надолго. Ведь свой первый документ, удостоверяющий личность, им вручили в администрации города. С этим важным событием ребят поздравили депутат Законодательного собрания Краснодарского края Николай Иванюшкин, председатель Совета ветеранов, почетный гражданин города-курорта Анатолий Гапонов и начальник местного отдела УФМС Андрей Дубошин. Они пожелали виновникам торжества, любить свой родной город и быть достойными гражданами России. Мы, люди более старшего поколения, очень хотим, чтобы каждый из вас выбрал себе профессию по душе и именно в области этой профессии принес наибольшую пользу своей родине, своим родным и близким, своей семье. Поддержать молодых людей пришли родители под их аплодисменты и вспышки фотокамер, школьникам вручили паспорт гражданина Российской Федерации и памятные подарки. Сегодня, 10 июня, отмечается День архитектора Краснодарского края. Наша съемочная группа побывала в гостях у тех, кто несет ответственность за внешний облик курорта Анапской организации Союза архитекторов России. Архитекторы формируют облик городов и поселков. Они проектируют жилые дома, промышленные предприятия и объекты социального назначения. Будни профессионалов состоят из расчетов, черчежей, бесед с заказчиками и представителями смежных профессий. Самое важное, что здесь нужно еще работать в команде. То есть в команде инженеров, конструкторов, социологов, демографов иногда даже. Когда мы все вместе делаем одно общее дело, и архитектор является дирижером этого дела. То есть фактически, чтобы этот оркестр из разных специалистов заиграл, тут и нужен дирижер архитектор. Анапской организации Союза архитекторов России в этом году исполнилось 15 лет. В ней состоит 42 человека. На счету членов правления самые известные объекты города. Такие, как курортная деревня, дельфинари на Пионерском проспекте, аквапарк Олимпия, рейд-отель, три кита и много других. Заместитель председателя организации Андрей Франчик – автор проекта торгово-развлекательного центра «Красная площадь». Его готовили около двух лет. Такой крупный комплекс, первый в Анапе, это накладывает обязательства некие. Я надеюсь, что у него удалось ему индивидуальное лицо какое-то получить. И надеюсь, что для анапчан он стал полезен. Технический прогресс не стоит на месте. Технологии строительства постоянно усложняются, а вместе с ними и профессии архитектора. Но основная цель остается неизменной – получить архитектурное строение, оптимально сочетающее безопасность, рациональное и эффективное использование площади, а также особенности оригинальной и уникальной дизайнерской идеи. Вообще Анапа, хочу отметить, является неким архитектурным центром. То есть наши архитекторы проектируют очень много объектов за пределами Анапы в том числе. Профессия архитектор для людей, которые обладают хорошим пространственным мышлением, любят рисовать, являются творческими натурами. Именно от них зависит, как будет выглядеть архитектура города. Это самая лучшая профессия на Земле. Безусловно, да. Для меня лично. Самая интересная, кстати. Правоохранители посвятили школьников в тонкости своей профессии. Всероссийский детский центр «Смена» устроил для ребят день профориентации. Бойцы особого назначения из Краснодара провели ознакомительную экскурсию, показав специальное вооружение. Ребята с интересом разглядывали боевые пистолеты, снайперские винтовки и пулеметы, которыми пользуется кубанский ОМОН. Познакомили ребят с четвероногими помощниками, пообщались со специалистом-экспертом. Она рассказала ребятам о своей работе, показала экспертный чемоданчик и подробно объяснила, что такое дактилоскопическая экспертиза. Ребята окружили эксперта, все хотели поучаствовать в процессе. Вот здесь нужно обнаружить цветы. Вот вам видно ли цветы? Нет. Берем наши волшебные порошочки. Александр Дергобузов заинтересовался выставкой оружия. Говорит, любому мальчишке будет интересно посмотреть, чем стреляет ОМОН. Нам пообещали дать разобрать автомат, сказали научить разбирать что-то новое, рассказали про противного газа. Очень интересная лекция. Я надеюсь, что таких лекций будет побольше, потому что на самом деле надо приобщать молодых людей к военному делу. Полторы тысячи детей с интересом провели день, узнали много нового, и многие уже точно решили посвятить себя именно военному делу. В четвертой спортивной школе состоялся открытый всероссийский турнир под дзюдо в памяти заслуженного тренера России Василия Ильина. 40 лет своей жизни Василий Ильин отдал спорту и тренерскому делу. Третий год в память об известном анапчанине проходит турнир под дзюдо. Перед его началом объявили минуту молчания. И по традиции напутствие ребятам бескомпромиссной, но честной борьбы. Позже нам пожелать в этом зале, я мечтаю показать российскую борьбу, наставник нам выполнить свои наставленные задачи. И после того, чтобы этот турнир остался у вас на долгую сетку памяти. Пока в большом зале идут бои, спортсмены разминаются в новом отремонтированном помещении. Два дополнительных зала – разминочный и зал тяжелой атлетики – открыли специально для будущих чемпионов. Теперь спортивная школа вместит всех желающих обучаться борьбе. Петр Шураев 7 лет занимается дзюдо. На первенстве России в командном зачете два раза становился чемпионом. В будущем мечтает стать тренером именно в своей четвертой спортивной школе. Очень хорошее соревнование. Тут очень много детей приехали на соревнования. И есть с кем побороться и добиться цели. Соревнования продлятся три дня. По итогам дети получат спортивные разряды. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайны Медной горы. В четверг 11 июня в Анапе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 22-24 градуса. Ночью до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды 21 градус со знаком «плюс». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.